Всем привет! Сегодня, как и обещал, записал разговорное видео на тему «Сколько зарабатывает актёр кино в Украине?». Начнём с того, что многие думают, что сразу же после окончания вуза актёр начнёт зарабатывать большую сумму, но на самом деле это не так. Рабочий день актёрский – смена, а смена на самом деле 12 часов, а не 8, как обычный рабочий день у других. На что будет открывать самые малооплачиваемые актёры? Это актёры на пятом месте, актёры массовых сцен, АМС или массовка, как вам удобно. Они получают порядка 250-300-350 до 500 гривен за смену в 12 часов, так что это достаточно мало. Но на самом деле на них многое держится, все общие планы сняты с актёрами массовых сцен. Все люди, которые в расфокусе по кадру – это всё актёры массовых сцен. Бары, рестораны, общественные места, где много народу, там нет левых людей, или людей каких-то, да, там есть только актёры массовых сцен и другие участники съемочного процесса. На четвёртом месте уже актёры групповых сцен, групповка. Они получают порядка 500 гривен за смену. Могут в зависимости от проекта получать там 600-800. Они уже не в расфокусе, и обычно это небольшое количество людей в кадре. Дальше у нас эпизодические роли. Актёр эпизодических ролей, эпизодники их ещё называют, и они могут получать там 500, 600, 800, даже 1000 и даже полторы за эпизод, там несколько слов, несколько фраз в кадре. Иногда бывает такое, что актёрам дают слова прямо на площадке и доплачивают порядка там 50-100 гривен. Как по мне, это, конечно, мерзко, когда говорят, кто хочет быть со словами, люди начинают «я», и там за полтинник чуть ли не до драки доходит. Я такое не люблю, я в таком обычно не участвую. Ну, это личный выбор каждого. Дальше у нас актёры второго плана. У них уже обычно несколько сцен в съёмочном дне, там 2-3 сцены. И тут уже зачастую их набирает кастинг-директор, кастинг-менеджмент через кастинг. И они уже зарабатывают порядка 1,5-2,5 тысячи за смену. И не всегда надо полное, на самом деле. Не всегда смены бывают полные, но зачастую надо готовиться на 12-часовой рабочий день. Вот. Актёров второго плана, которые у нас на втором месте, набирают в большинстве случаев через кастинг, как я уже говорил. Но вы также можете попасть на эту позицию через мою группу. Она называется «Снимаем кино в Телеграме». Либо через группы, идентичные моей. Дальше на первом месте актёры. Главные актёры, которые уже получают порядка 5 тысяч гривен минимум где-то за съёмочный день. Конечно, это всё стартовые, скажем так, сцены и цены. Но при этом всё индивидуально, да? Зависит от проекта, в котором снимаешься. Бывает такое, да, правда, что бывает, снимаешься и за бесплатно. И бывает, что актёры, которые уже довольно-таки популярные, снимаются бесплатно. Но мы сейчас говорим о среднестатистических ценах на рынке. Поэтому где-то 5 тысяч гривен – это для актёра, который, в принципе, занимает главную роль. Это нормальная стоимость. Это порядка, ну, 200 долларов за 12 часов. Тоже не сильно много. Тем более, если у вас там будет 20 съёмочных дней в месяц, это не сильно большая сумма. Актёр, который главный, да? Главную роль, которую исполняет, да? От чего зависит его гонорар? От медийности, от того, сколько он сыграл главных ролей, в каких проектах он участвовал, на каких каналах он снимался, допустим, да? В каких сериалах и кино он играл? Вот. От этого зависит его гонорар. В основном это от медийности и в основном это от проектов. Я встречал актёров, которые за съёмочный день зарабатывали порядка 100-150 тысяч гривен за смену. Вот ещё у меня информация есть такая, как бы, что Баклан получал порядка 3000 евро за съёмочный день. Вот такой у него был гонорар. Ну, как бы, для того, кто, в принципе, на первых местах у нас в Украине, это не так уж на самом деле много. Помимо актёров кино, ещё есть актёры рекламы, актёры театра и актёры всяких различных YouTube-проектов. Тут уже суммы могут быть совершенно разные. Реклама – это уже совсем другой вопрос. Если хотите, могу снять на эту тему отдельное видео. Вот. И там уже расскажу более подробно. Всем спасибо. Ставьте лайк. Подписывайтесь. И встретимся в Голливуде.